Здравствуйте! В эфире социальный телепроект «Про дороги» и я его ведущая Ксения Тимофеева. В социальный он потому, что любой может обратиться к нам в редакцию и поделиться своей проблемой, связанной с дорогами. Сделать это довольно просто. Достаточно отправить письмо на наш электронный адрес pro.dorogisobakoyandex.ru Все сообщения мы отправляем в Совет депутатов городского округа Егоревск, в Комиссию по безопасности дорожного движения или напрямую в администрацию. Поэтому ни одно обращение не останется без внимания. Этот выпуск мы решили посвятить одной, возможно, неочевидной, но очень опасной точке нашего городского округа – автозаправочной станции около Ширяевского моста на выезде из города. С недавних пор управление МВД России не дает в открытый доступ информацию по статистике дорожно-транспортных происшествий. А зря. Ведь тогда было бы очевидно, что небольшая автозаправочная станция на Егоревском шоссе является не только источником недорогого топлива, но и точкой повышенной опасности для выезжающих с нее автомобилистов. Например, 18 мая 2022 года здесь произошло вот такое ДТП. В этой аварии выжили все, но без пострадавших, конечно же, не обошлось. Хотя последствия такой аварии легко могли бы забрать жизни не только виновных в ДТП, но и других, мирно проезжающих мимо участников дорожного движения. Я занимаюсь организацией работы АЗС. К дорогам я никакого отношения не имею. Это собственнику? Я заказываю топливо и общаюсь с коллегами. Ну, понятно. Если и были какие-то административные документы, но они, скорее всего, были направлены... Собственнику, да? А, я думала, что они прям вам отправили. Вот что и дело. Знаете, мы еще не занимаемся. А, все. Вот спросите, какой топлив? Я вам с удовольствием отвечу. Этот участок дороги, как и все Егоревское шоссе, находится под контролем 14-го батальона 2-го полка ДПС Государственной автоинспекции МВД России. И представители данного подразделения сами вышли с предложением по устранению аварийности этого выезда. Предложение было вынесено отдельным пунктом на очередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения городского округа Егоревска. Однако на само заседание нашей съемочной группе попасть не удалось. Оно проходило в закрытом от СМИ формате. Поэтому за пояснениями ситуации мы обратились к депутату Совета депутатов Егоревска Дмитрию Силкину. Расскажите, пожалуйста, вкратце, что было освещено. Мы знаем, что там была представитель 14-го батальона. И главное, чем закончилось? Какое принято решение? Да, на моей памяти это первый случай, когда 14-й спецбатальон выступил инициатором внесения пункта в повестку дня. Сам организовал выезд на место, которое стало источником повышенной аварийности. И сам предложил решение этой проблемы. К сожалению, на выезде рабочей группы были по должности более старшие офицеры. Два заместителя начальника этого батальона, один из которых исполнял обязанности. А на заседание комиссии прибыли просто представители, младшие офицеры. Которые, по факту, видимо, даже не слышали то, что говорилось во время выезда рабочей группы, к сожалению. То есть это просто были разные люди? Да, разные люди выезжали на место и потом защищали свою позицию. И в ряде моментов они просто не могли ничего пояснить. Но суть там ясна. За последний год три аварии, а за два года семь аварий. На этом месте? Да, 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 да. С разной степенью последствий тяжести. Ну и, видимо, последняя из аварий уже переполнила чашу терпения, потому что это будет уже очаг аварийности, как специальный термин такой. И поэтому было инициировано это собрание на месте, вместе с представителями этой заправки, представителями Автодора и администрации городского округа Егоревска. И выяснилось, что проблемы не решаются в лоб. То есть сейчас представители 14-го спецбатальона оценивают ситуацию таким образом, что основным источником аварийности является ситуация, когда жители Егоревска, заправившись на этой заправке, выезжают в сторону Москвы и тут же совершают разворот в сторону Егоревска. И если вы видели кадры с видеорегистраторов, то так и есть. Там обычно авария, это попутные транспортные средства, бьют в разворачивающееся авто. Авария тяжелая и чаще всего с последствиями для здоровья и жизни пассажиров того авто, которое выехало с заправки. Конечно, все понимают, что безвыходных ситуаций не бывает и реконструкции этой автозаправочной станции не избежать. Вопрос только, каким способом будет найдено решение по организации безопасного выезда, пока не ясно. На сегодня 14-й спецбатальон предлагает сделать там выезд таким образом, чтобы сразу возможно было поворачивать налево на выезде заправки. То есть, сделать там полноценный Т-образный перекресток. Они мотивируют такое предложение тем, что водитель будет не в зеркало видеть приближающуюся угрозу, а будет видеть ее влево, как при обычном разъезде через боковое стекло автомобиля. И на наши вопросы они говорят, что такое решение уже имеется на Егоревском шоссе. И оно отлично работает. С нашей стороны последовали такие возражения, что в летний период там интенсивность достаточно высокая. И человек, выезжающий из заправки через две полосы, может ждать такого окошка для выезда достаточно долго. Либо это будет очень сильно тормозить именно поток автомобилей, движущихся с дачи или на даче. То есть, это получается только тогда регулируемый перекресток? Да, но это очень малореально. Поэтому, конечно, решение в лоб не было найдено. И по итогам комиссии было предложено собственнику заправки обратиться в аккредитованную проектную организацию, для того, чтобы получить технические условия их присоединения. Прошлые были выданы, когда заправка построена была и введена в эксплуатацию. На тот момент интенсивность движения и количество автотранспортных средств было принципиально меньше на порядок. И проблемы не возникало, там разрешили полосу разгона, и никто ничего, собственно, не видел в этом криминального. А сейчас нужно искать решение проблем сообща. Потому что разворот следующий возможен только возле съезда в деревню Алешино. Это 5 километров через лес. Соответственно, вряд ли кто-то из автолюбителей готов проехать 10 километров для того, чтобы нормально развернуться и вернуться в город. И на сегодня в протоколе этой комиссии сформулировано таким образом, что поручить собственнику заправки обратиться за техническими условиями. Сейчас это все автоматизировано с помощью автоматизированных информационных систем. И, соответственно, не растянется на месяцы и годы. Ну, уже сейчас ясно, что нужно там снижать скорость на этой матрезке. И предложено самим 14-м спецбатальонам до 60 километров в час снизить скорость. И установить камеру видеофиксации скоростного режима. А это тоже дело сейчас непростое. Поэтому временно туда выставляют подвижную камеру на базе автомобиля. Но последние дни, когда я там проезжал, ее там не было. Соответственно, если там еще одна авария произойдет, то, конечно, как это ни печально, импульс будет придан, потому что тогда там уже точно очаг аварийности. Но мы всегда помним, что это чьи-то жизни и здоровье. Не считая только если материальный ущерб. Скорее всего, собственник автозаправочной станции и предполагать не мог, что очередная точка для получения прибыли станет источником опасности для водителей и, более того, потребует такой серьезной реконструкции участка по присоединению к шоссе. Мы будем наблюдать за развитием событий и очень надеемся, что до реализации проекта по изменению плана выезда на данный СС больше аварий не случится. На этом у меня все. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok